И когда в середине 20 века европейцы и японцы начали рассчитывать роботов, они с ужасом узнали, русские уже все рассчитали, берли расчеты и справили роботов. Музей, что русские сделали первыми в мире, удивил Александр Беглова, полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе, отметил, быть первыми важно и сейчас. Одна из главных тем рабочей поездки – импортозамещение. Как выполняется эта задача на переславских предприятиях? Завод «Лит» поставляет теплоизоляционные материалы практически всей стране и даже за ее пределы. А почти половина лекарств, производимых на этой переславской фармацевтической фабрике, входит в список жизненно важных. Радует, Ярославская область радует. И сегодня это промышленное производство, он почти один из лучших в ЦФО. В России десятки в первые находятся на сегодняшний день. Много решается инвестиционных проектов, привлекаются не только отечественные, но и иностранные инвестиции, что тоже очень радует. Разбивается промышленность, особенно оборонка. Кадры для таких задач нужно воспитывать. Образовательные достижения нашего региона Полпред тоже высоко оценил. Например, Международный детский компьютерный центр Института программных систем РАН под Переславлем. Это лагерь для школьников, где для них работает 25 кафедр программирования, спорт или гуманитарные науки. Каждый может выбрать по вкусу. Еще одно учреждение, о котором теперь известно всей стране. Основная школа номер три. Здесь учатся больше 300 ребят. Есть три дошкольные группы. Одна из них единственная в городе для детей с ограниченными возможностями здоровья и особенностями в развитии. Мы даем из 19 муниципальных услуг, 17, это самое большое количество муниципальных услуг в городе. Это и дети с ограниченными возможностями здоровья, семейное образование, бестанционное образование, домашнее образование. У нас учатся 36 человек, дети детских домов двух. То есть сейчас объединен один детский дом. Побывал Александр Беглов и в крытом катке «Ледовые», где тренируются и хоккеисты, и фигуристы. Полпред посетил объект культурного наследия Спасо-Преображенский собор. Не так давно при реставрации здесь обнаружили уникальную надпись XII века, адресованную потомкам. Она открывает новые подробности убийства князя Андрея Боголюбского. Однако пока реставрация храма приостановлена. А вот в этом году, к сожалению, в списке финансируемых памятников Спаса нет. То есть он не попал? Не попал, да. Это очень печально. Именно в этом соборе крестили Александра Невского. Особое внимание уделили мероприятиям, связанным с подготовкой к празднованию 800-летия со дня рождения святого князя. Широко отмечать его будут в 2020 году. Есть уже плановые мероприятия, которые мы проводим и в рамках федерального оргкомитета, и в рамках нашего областного оргкомитета. Там, кстати, ближайшее заседание состоится 12 июня здесь, в Переславле. Я думаю, что, во-первых, это понимание истории, значимости этого человека, его роли в истории. Эта поездка Александра Беглова охватила практически все сферы жизни. Полномочный представитель президента отдельно отметил. Поручения Владимира Путина в Ярославском регионе исполняются. Нина Колцына, Георгий Иванов. День в событиях.